Привчу дело, у вас бывает такое, что когда сидишь в какой-то момент жизни, вдруг вспоминается какая-то мелодия в голове. Периодически так бывает. Сидишь и начинаешь напевать. Ну, какую-то мелодию начинаешь напевать. Они могут быть разные. Какие-то ты помнишь, откуда взялись. Какие ты думаешь, может, сам придумал, не знаю. И у меня была такая мелодия в голове периодически. Сидишь, сидишь, начинаешь напевать. Я даже специально для вас записал ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот буквально недавно рекомендация Ютуба выдают мне песню группы Корни. С днем рождения, Вика. Это, конечно, был мощный флешбек и привет из прошлого. Я включаю, а там эта мелодия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решил, надо снять видео. Надо освежить в памяти группу Корни, потому что это что-то из-за кромов разума. Это что-то давно мной забытое. Это был кей-поп нашего детства. И в приличных кругах шестиклассников, семиклассников, я не помню, в каком классе я тогда учился, считалось нормальным не любить группу Корни, потому что это какой-то недорог, попсня, то ли дело, король и шут. Вообще они так выглядят, не брутально и поют негромко. Плюс это вообще продюсерский проект с первого канала, с передачи «Фабрика звезд» была такая передача. Но я вот наткнулся на эту песню, посидел, повспоминал и думаю, да, возможно, это была хорошая группа. Возможно, там были прикольные песни. Но я плохо помню. Я, как уже и сказал, тогда был в пятом классе, или в шестом, или в седьмом, или в восьмом. В общем, именно в том возрасте, когда формируется элитарный музыкальный вкус, и человек во всем разбирается. Кстати, я не учился в четвертом классе, но учился в одиннадцатом. И меня пугают люди, которые учились и в четвертом классе, и в одиннадцатом. Сейчас же так учатся. Вы провели в школе на один год больше. Какие сверхтайные знания вы оттуда вынесли? Что от нас скрывали? За целый год представляете, чему можно научиться? Я чего-то не дознал, не дополучил в школьном образовании. Ладно, и странно, где детей по 12 лет держат в школах. Вот там, наверное, точно сверхгений. Но суть была примерно такая. Для тех, кто не знает, а те, кто знает, наверное, уже забыл от старости, была передача «Фабрика звезд» на первом канале. Там, ну, история была какая. Кастинг собирается со всей страны, люди туда приезжают. Ну, так нам говорили. Их туда набирают, и реалити-шоу, как они там занимаются с какими-то продюсерами, какими-то композиторами, занимаются музыкой, пишут песни. И там образовалась группа корней из участников этой «Фабрики звезд». По-моему, было так. И они написали дохренища песен. И, по-моему, все эти песни были хиты. Этот сетчатый забор ромбиком – это, видимо, символ нулевых. Потому что такой же точно забор в клипе группы «Тату». Эта песня еще не заблокирована на территории Российской Федерации? Я не знаю. Но, если что, была и такая. Даже ступ-титры есть. Погодите, там голая женщина шла? Или это такое платье? Не знаю. Но режиссерская находка – мое почтение. Честно, я не знаю, как их всех звать. И все ли участники группы, вот прям, вместе с барабанщиком из «Фабрики звезд» или барабанщик там был не из «Фабрики звезд», потому что очень странно было бы. Я хочу стать звездой, иду на «Фабрику звезд», буду выступать на Первом канале, сидишь за барабанами. То, что Кудрявого поставили на бас – это правильный имиджевый ход, я считаю. Еще припев будет. Если честно, такой добротный софт-рок. И припев, припев цепляющий и хитовые. Куплеты вообще мне не нравятся. Вот сейчас только что послушал, я не вспомню, как куплеты звучат. Но вот это вот сейчас начнется. Это синтезатор, конечно. Кто-то на гармошку сел случайно на студии, решили добавить в песню. А что нормально, Крутка Бэйн резиновую уточку добавлял в свою песню, а тут кто-то сел на аккордеон. Наверное, сложно собирать такие бойсбенды, потому что там вот 4 человека или сколько их. Я не знаю, кто все эти люди, сколько их было и кто на каких ролях. Но ведь это надо было всем придумать, кто в каком месте будет петь, кто на чем будет играть, кто как будет выглядеть. Сложная продючерская работа. А кто этим всем занимался-то? Матвиенко, по-моему. А вот их четверо. Вот они слева направо. Александр Асташонок, Павел Артемьев, Алексей Кабанов, Александр Бертников. Ну, будем знать, на них даже ссылки в ВКонтакте указаны. Звезды смотрят с небес на меня, но не понять мою им печаль. Не зная то, что потерял я тебя, и им меня совсем не жаль. Ну, даже текст такой кривоватый в куплетах, если честно. И им меня совсем не жаль, потерял я тебя. Ну, это как будто бы так делали песню. Смотрите, я придумал хитовый напев. Ну, вы поняли, да? И придумали припев. Припев вообще, ну, мощно заходит. А где-то лондонский дождь, до боли, до крик. Ну, классно звучит, если честно. Ну, так, объективно, попсово, хорошо. Такие, как бы нам это все сшить? В одну песню запихать? Давайте какие-нибудь куплеты придумаем там. Совсем не жаль, потерял я тебя, вот это все. Потому что выкинуть куплеты из этой песни, поставить любые другие, и будет то же самое. Будет нормально, хорошо будет. Нормально. Нормально, но как-то слишком уж сопливо. Там были и другие песни, я точно помню. Но я их не слышал, ну, наверное, года с 2004-го, не знаю. Давайте поищем. Вот это был Мегахитяра, я помню. Ты узнаешь ее, песня называется. Когда она вышла? Тут в 2003-м, еще на год раньше. Да, им, конечно, это все продюсеры делали, там, писали музыку и так далее. Но это нормально, это такого бойсбенда. Это как бы классический бойсбенд. Поезд в Хельсинки. Когда это было? Россия, которую мы потеряли. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Я, кстати, ездил поездом в Хельсинки. Allegro Классно было Бит, олдскульный, вообще норм И они так стильно сидят В каком-то фэнси Помещении Звукозаписи Бандана, надета, вот это все Кудрявый на басу, вот это правильный ход Это шарил, кто придумывал, это все А что это за программное обеспечение? Погодите, погодите, в 2003 году на компьютере Что было поставлено? По интерфейсу вообще похоже на Windows 3.1 Какой-то Единственное, что я вспоминаю из таких старых программ Это может быть Cakewalk Но вот он примерно так выглядел Похоже, нет, не знаю, может более старая версия Интересно Аппликацию леса В реке вертикальной Ее почерк машинный Наскальный Этот текст я вообще не понимаю Что-то аппликация леса В руке вертикальной Почерк машинный Наскальный Ну допустим Ну хотя бы Есть работа с рифмой Ее профиль Как сон тешит Не, это шиза какая-то Я не знаю Как писался этот текст Может они вчетвером все его писали По одной строчке Как в этой игре Мое уважение, что тянут букву И Вот это респект Да они рофлили, что нельзя такой текст по-серьезски написать По первому каналу показывать, что это такое Ну ладно В те времена были такие тексты Про муси-пуси И попробуем муа-муа Кстати, сейчас очень популярная песня Изумрудные брови Изумрудные брови Нет, я отказываюсь понимать Про что это песня Ну это рофл Брови колосятся Ну припев тут бомба Я не знаю Реально с куплетами какая-то хрень Но может быть это и весь секрет в поп-музыке Да и вообще во всей музыке Потому что куплеты, они как филлеры Не особо нужны А вот припев, он сразу хуковый И там даже текст Плюс-минус Ее образ на сердце Выиспечен Ему не дали тамбурин Ему дали барабанные палочки Вы заметили этот удар По воображаемым барабанам Опережая технологии Ты узнаешь ее Из тысячи По словам, по глазам По голосу Ее образ на сердце Выиспечен Ароматами Гладиолуса Она любит Речные часы Не, ну припев пушка Припев вообще годнота И изумрудные брови тоже ничего Но вот это вот, это странно Позывные дождя Полутемной беседки Осень тянется в запертой клетке Ну и очевидно Отсылка на Егора Летова Про вечную весну в одиночной камере А тут осень в запертой клетке В общем, люди еще шарят И для разных культурных слоев Оставляют зацепочки Отсылочки Может кто-то про изумрудные брови Шарит И понимает Почему там это Не просто песня Это документ эпохи Он нажал на квакушку Как будто на дисторшн Ну потому что Когда на дисторшн нажимаешь Это не так эффектно выглядит Вот, например, педаль дисторшна Ну, побольше Чтоб в клипе хорошо смотрелось Кстати, обзор на эту советскую педаль Вента Овердрайв На которой играл Георг Летов У меня есть на канале Вот если на нее прыгнуть и нажать Ничего не произойдет особо в кадре А вот вами Вот эта вот педаль Это да Квакушечка Кстати, здесь перегруженная гитара Звук прикольный Такой даже немного шугейзовый Зудит что-то Попсари Они боятся электрогитару Они ее ставят в микс Потому что они знают Что она круто звучит Но все время на фоне Убавляют Приходится слушаться В общем, все разбежались Осталась одна женщина Которую он узнал Это самый кринж во всех песнях Нулевых был Рэп-куплет Многие грешили таким Хорошо, что это закончилось Только нужно тебе поверить Хоть чуть-чуть свою удачу Кто-то ищет и верит Получает свое Не бывает иначе Ты узнаешь ее Ты узнаешь ее Из тысячи По словам По глазам По голосу Ее образ На сердце Мы здесь же С ароматами Гладиолуса Конец Все уехали Поезд ушел Волосы у меня ложатся каждый раз Рандомно Неважно Еще была песня Корни И это на самом деле прикольно Когда у группы Есть песня с таким же названием Это как будто В фильме Главный герой произносит Название фильма И на эту песню Даже Пушной делал кавер Я тогда сидел на сайте Пушного И слушал, что там у него было И там было вот это вот Только дождь и ветер И крамо точит раны А песни группы Корни Отстой такой поганый В общем, это была базовая точка зрения тогда Что песни группы Корни Это отстой такой поганый Типа там была пародия на Сплин Потом пародия на БГ И все это под музыку песни Корни Прикольно Но даже этот фуфел Спасает без сомнения Сплинновская крутая Манера исполнения А я теряю корни И улетаю в небо В небо В небо Ну очевидно Отрицать глупо Что припев хитовый Хоть кто его споет Хоть на кого спародирует Припев реально крутой Давайте оригинал послушаем Первый клип группы Корни, друзья Самый первый Вот это да Логотип фабрики звезд Графоний Как будто заставка Блин, к людям Икс тоже примерно Из тех же годов Вот он Мы узнаем Кто из них кто Так, кудрявый Это Павел Артемьев И разбежались люди Все, кто когда-то клянся Это, видимо, Саша Асташонок Хорошо, постараемся запомнить Что долго не забудет А я теряю корни И улетаю в ней Ева Интересный такой Хай-тек клип Какие-то мониторы Какое-то 3D Все Почему остальных не представили Их потом позже в клипе представят Вообще, честно Версии Пушнова покруче Слушается Не хватает Не хватает Гитарок Что-нибудь еще такого Ну что это Как так можно Саша Бердников Вот он Человек с тамбурином Здесь даже как будто Куплеты Нормальные слова Или может Когда субтитры Не пишут Это так не воспринимается Ну понятно Тут еще соло есть Реально такие стадионы Собирались на концертах Фабрики звезд Или что Или это просто Какие-то рандом футажи Ладно Надеюсь Игорь Матвиенко Не кинет мне страйк Но хочется найти Вот какие-нибудь Живые записи Причем желательно Непереписанные Какие-нибудь Пять лет назад Корни авторадио Да Эй, Скуф Где твой Светлый Юный Лик Как Соскуфился Мужик За пару лет Стал Как Старик Ну вообще Хорошо выглядят И поют Нормально Ты 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 Барабанщик Чувствует Посмотрите на него Ласковый Как будто Там еще несколько Там Зеркало Поставлено Специально Я Я двоих узнаю Которые Слева Ну вот Слева и справа А вот посередине Это из оригинального состава И куда-то Видимо делся четвертый Но это неудивительно Столько лет прошло Не, молодцы Вот так вот сейчас Их концерты выглядят Но жалко Что они не сделали Типа там Группу собрали Чтобы реально Была живая музыка Это бы Тысячу раз Круче бы звучало Песни-то имеют потенциал Как нам Пушной продемонстрировал Тот же самый Особенно вот эта песня А не просто Типа Ну по старой Попсовой схеме Типа Под минус Просто поют Поют вживую Да, без группы Конечно Не то Без живой В смысле музыки С другой стороны Живую музыку Сложнее Возить по городам Особенно в Якутск Куда-нибудь Вся вон В Москве То же самое Но это выглядит Немножко уныло Когда они просто Под минус Что-то поют Ну прикиньте Вот там С гитаркой С барабаном Даже Боргенштерн Когда начинает Так играть на концертах Гораздо круче звучит Извиняюсь за такой пример Но Это пример того Что музыка Даже которого Тяжеловато слушать В оригинале Если добавить туда Барабаны живые Если там гитарист Будет подыгрывать На дисторшне То это становится Типа в тысячу раз круче При том что он Под плюс просто Уступает Боргенштерн Нравится Блин Бывают На самом деле Такие концертные площадки Где бочка играет И по стенам Пошла Хорошо если в такт Песни попадает Но обычно нет Пипец Это видео Выложено Типа смотрите Народ песни подпевает Типа мы крутые На самом деле правильно Но Выглядит как будто Видео из зала Какое-то Снято Рандомом Если бы они просто Под акустическую гитару Пели эти песни И звучало бы лучше В пространстве Типа не так бы Засирался звук Просто вот эти вот Какие-то хеты Миллион раз Отраженные Прошлись по клубу Плюс народ подпевает Это было вообще Так миленько И красивенько А это я не знаю Какая-то Нихера не слышно Нет Иногда приходится Выступать Типа Где есть Там и выступаем Уж Ну не может быть Там звука Не может быть Никак Ни при каких условиях Хоть что там настрой Поэтому я не знаю Надо формат как-то менять Или что-то в этом духе Или другую площадку брать Но другая площадка Не всегда есть По подходящей Там вместительности И так далее Все-таки люди хотят прийти Но прикольно Что они до сих пор В каком-то составе ездят Я так понимаю Состав наполовину оригинальный Но это нормально Так бывает Вот такой вот Внезапный привет Из прошлого Меня недавно Посетил А вы можете посетить Мой телеграм-канал Мою группу вконтакте Мой канал со стримами Там стримы проходят Каждую неделю И особенно я буду вас Приветствовать На моих страницах На бусте и на патреоне Вы можете присоединиться Вот к этим Знамечательным людям Чьи никнеймы Сейчас бегут по экрану Если тоже хотите Заняться музыкой И начать писать хиты То вам понадобится Какое-то оборудование Его можно купить Со скидками По моим промокодам В магазинах Которые в описании указаны Применяйте промокод Платите меньше И профит А на этом на сегодня все Надеюсь вы хорошо Скоротали время И увидимся еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok